Я читаю из книги Ивана Петровича Плет, «Капля росы», чтение на каждый день. Для того, чтобы воспринимать Божьи слова, необходимо проявлять живой интерес к откровениям Духа Святого. Размышления на Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 12 по 14 стихи. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Насколько нам дорого то, что говорит Господь, настолько будет и радостно от того, что у Него есть что сказать нам. Обращаясь к людям, мы иногда не знаем, что сказать, но так не бывает у нашего Учителя. Правда, Он говорит не всегда, но не потому, что нечего сказать, а потому, что мы не способны слушать. Это явление нередкое, потому апостол Павел и говорит, «О Сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Послание к Евреям, 5 глава, 11 стих. По-видимому, нам, как и Петру, нелегко сознавать свою неспособность к тому или иному делу. Господь, например, говорит ему, «Куда я иду, Ты не можешь теперь за мною идти». Но Петру это непонятно. «Господи, почему я не могу идти за Тобой теперь? Я душу мою положу за Тебя». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 36 и 37 стихи. Наша неспособность воспринимать все, что Господь хотел бы нам сказать, для Бога вовсе не проблема. Он решил эту трудность, пообещав ученикам. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Все, что учитель хотел сказать ученикам, сообщил им Дух Святой, а они передали это нам. Однако для того, чтобы воспринимать Божьи слова, необходимо проявлять живой интерес к откровениям Духа Святого. Самое главное, что делает Дух Святой, открывает нам Иисуса Христа, чтобы мы лучше понимали Его. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам», — говорил Господь. Привлекают ли нас эти откровения? Не кажется ли нам, что о Христе мы слышали много и уже все знаем, а вот о будущих событиях хорошо бы узнать больше? Апостол Павел, конечно же, намного лучше нас знал Христа, но не переставал им интересоваться. Он от всего отказался, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Послание к филиппийцам, 3 глава, 10 и 11 стих. Павел хотел не просто что-то слышать о Христе, а знать Его близко, знать лично, чтобы отражать Его образ в своей жизни. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих.